Академия наук Абхазии проводит общее собрание ежегодно. Академики обсуждают итоги года, вопросы рабочего характера и отмечают тех, кто отличился успехами в науке. Президент Ана Зурабджапу открыл встречу особой новостью. Первый президент Академии наук, ученый-языковед Шота Аристава удостоен золотой медали Ана. Шота Аристава стал первым ученым, получившим эту награду. Шота Константинович награждается золотой медалью за достижения в науке. Ана осуществляет свою деятельность в целях обеспечения преемственности и координации фундаментальных и поисковых научных исследований, проводимых по важнейшим направлениям общественных, гуманитарных, естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных наук, экспертного научного обеспечения, деятельности органов государственной власти, научно-методического обеспечения научной и научно-технической деятельности научных и образовательных организаций. Прошедший год был довольно продуктивным для Академии наук. Абхазские ученые проводили активную работу, участвовали в конференциях и форумах. Несмотря на некоторые трудности, исследователи Ана за год опубликовали книги монографии, а также 144 статьи для первого энциклопедического издания «Абхазия. Краткая энциклопедия в двух томах». Сотрудниками Академии были проведены научные исследования по 121 запланированной теме. В прошлом году абхазские ученые в заочной и очной формах участвовали в более 200 республиканских и международных научных форумах. Научной работой занимались 21 аспирант и 5 соискателей. Как поделился член-гореспондент Ана Январби Экба, важно предоставить юным ученым рабочие места для дальнейшей их деятельности. Я хочу отметить, что несмотря на сложности, которые имеются у нас в работе, в целом институты Академии достаточно на хорошем уровне сработали по количеству публикаций, по конференциям, по выпуску книжек. По всем этим показателям мы идем неплохо и с определенным прогрессом, с нарастанием. Особенно по части подготовки молодых кандидатов в науку. Наука занимает важное значение в жизни аспиранта третьего года обучения Валерия Аджинджелл. Несмотря на молодость, ученый уже попробовал себя в области медицины и образования. Своё будущее вижу я в трёх направлениях. Это медицина, это здравоохранение, раз направление. Это наука, безусловно, и образование. Во всех трёх областях я себя немножко попробовал. Сейчас в основном занимаюсь направлением науки. Я надеюсь, что в будущем тоже получится со всем работать и быть полезным нашему государству. Большинство членов АНА наряду с научной занимаются и преподавательской деятельностью в АГУ и Сухомельском открытом институте. Одна из главных задач Академии – создание условий выявления талантливой молодёжи и поддержка их научной деятельности. В завершении встречи почётными грамотами и денежными призами были награждены особо отличившиеся молодые учёные. Ульяна Рыжкова, Валера Кокоскир, Абхазское телевидение.